Пострадавшую в январе алматинскую резиденцию президента готовят к демонтажу. На объекте сняли облицовочные и висящие конструкции и провели процедуры по очистке помещений от пыли и устранению гари. Сам процесс демонтажа будет настолько скрупулезным, что при этом не пострадает ни одно дерево, растущее на территории резиденции, заверили в управлении по делам президента. Дельмурат Муталипов побывал на ранее самом закрытом объекте мегаполиса. Это когда-то величественное здание в Алматы вызывало неподдельный интерес у прохожих. Резиденция президента Казахстана за всю свою историю была недоступной и недосягаемой, по крайней мере, для обычных граждан. Фотографировать объект не разрешали, подходить близко тоже было запрещено. Сейчас же архитектурная гордость южной столицы смотрится куда более скромной. Еще в 1985 году этот объект возводили как музей Ленина, а уже в 90-х здание перестроили под резиденцию президента. Во время январских событий объект был подожжен и разгромлен, поэтому сейчас от былой архитектурной величественности и монументальности практически не осталось и следа. Вот смотрите, вот эти трещины, это результат очень сильной высокой температуры, то есть достаточно толстые балки потрескались от огня. И по сути вот эта вся конструкция ее повело, здесь металл плавился, видите, какие скривленные балки. Вот здесь был очень сильный огонь и окна тоже, вы видите, за окнами конструкции, которые тоже деформировались очень серьезно. У меня это тоже нецелесообразно, да вообще? Ну, фактически это можно поменять, конечно. Вопрос, сколько это будет стоить? Комиссия посчитала, что тратить около 30 миллиардов тенге на восстановление здания нерентабельно. Выгоднее его снести. Предполагается, что на демонтаж этого здания будет потрачено 3 миллиарда тенге. Еще 3 миллиарда предполагается потратить на реконструкцию инженерного корпуса. Это порядка 4000 квадратных метров. Этот инженерный корпус останется к городу. Это полноценное функционирующее здание, в котором находится электрическая подстанция, питающая окрестности. Во время демонтажа соберется металлолом почти 2000 тонн. Его планируют создать на переработку. Таким образом, бюджету вернется 150 миллионов тенге. Сам процесс демонтажа планируют осуществить с учетом экологической безопасности, так как на территории резиденции, а ей отведено 6 гектаров, имеются редкие деревья и другие зеленые насаждения. Демонтаж должен производиться максимально комфортно для окружающей среды. Он должен быть максимально экологичным. Вы видите, что здесь территория озелененная, здесь растут старые деревья, здесь практически готовая парковая зона. И это все должно сохраниться. То есть никаких взрывов, никаких агрессивных воздействий на окружающую среду здесь быть не должно. Известно, что к процессу демонтажа подключат целую армию рабочих. По предварительным данным, ежедневно разбирать здание вручную будут 300 человек. Дата сноса пока не определена. Но известно, что вместо разрушенной резиденции президента планируют разбить сквер, который станет доступным для всех горожан и гостей города. Однако в управделами президента уточнили, что окончательные решения по этому вопросу примут после общественных слушаний. Дельмурат Муталипов, Рашид Шакуралиев, Атамикен Бизнес.